Продолжение следует... ...но они свои родные, пускай даже и из провинции Квебек, которая от британской Колумбии отстоит на несколько тысяч километров. Город Киллоуна, что неподалеку от Ванкувера, принимает эти соревнования впервые в истории. За более чем 40-летнюю историю скейт-кенада в Киллоуну прибыли фигуристы впервые. Ну и по рассказам очевидцев, специалистов, а также тех, кто не понаслышке знает, что такое кататься в Канаде, в частности, имею в виду Максима Ставицкого, лед на этом катке несколько жестковат, скорее больше подходящий для хоккеистов. Продолжение следует... 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 Я так много убегал. Комплесно. Спасибо. Спасибо. Я счастлива. Я счастлива. Я счастлива. Это ваш первый день в Канаде. Это вынуждение. Спасибо. 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 22 года партнеру. 22 года партнерше. Розовое платье. Это что-то из репертуара Тесса Верчи и Скотта Мойера, которые, кстати, присутствуют на трибунах этого ледового дворца спорта. Ну и сейчас первые оценки. Один балл сняли из этих спортсменов. Дождемся протоколов. Узнаем за что. Пока 134,48 балла. Это суммарный результат их короткого и произвольного проката. Обратите внимание на оценку за произвольный танец. 84,13. Для тех, кто замыкает протокол, это очень-очень достойный цифр. 是 돼요. За свои воздуха. Показывается в Cant's bur interestinglywealth назад, почему эти его впервые не смогли западить. Т.е. Продолжение следует...